Оживлённый перекрёсток при выезде из города. Проспект Раинбека для частных извозчиков настоящий клондайк. Многочисленные пассажиры отсюда пытаются добраться до ближайшего пригорода. Умербай Нуржанов возле бывшего автовокзала Саехат зазывает клиентов не первый день. Говорит, что частным извозом занимается шестой год. О том, что необходимо регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, мужчина знает, но никак не мог выбрать время, чтобы посетить Управление государственных доходов. Все частники сегодня без возмущения и лишних вопросов ознакомились с памятками, где были указаны правила регистрации ИП и условия оплаты налогов. Мы и сами хотели зарегистрироваться. Конечно, и мы хотим жить и работать по закону. Хорошо, что сами налоговики сюда пришли и нам объясняют, как и что надо для этого. Было бы еще проще, если бы нам здесь с выездом организовали регистрацию. Фискалы готовы рассмотреть предложения автолюбителей. А пока, чтобы узаконить деятельность, частным извозчикам при наличии удостоверения личности необходимо предоставить в местное управление госдоходов всего лишь два документа. Заявление и адресную справку. При этом регистрация производится бесплатно. Ежемесячный налог будет составлять 2% от дохода, указанного самим таксистом. Пока налоговики только предупреждают и ведут разъяснительные работы. Но уже через 10 дней начнут выявлять и наказывать нелегальных извозчиков. В случае выявления нарушения составляется протокол. И данный материал направляется в судебную органу. Размер штрафа составляет 15 минимальных расчетных показателей. При повторном 30 минимальных расчетных показателей. Также судебные органы могут рассмотреть конфискацию имущества. В данном случае автомобиль, который используется в целях партнерской деятельности. Только за один день профилактической работы в Медовском районе налоговики выявили порядка 25 автолюбителей, не зарегистрировавших свой бизнес. В целом в Алматы легально возят пассажиров 2717 частных таксистов. С начала года на упрощенных условиях встали на учет около 270 человек. Айбану Анарбаева, Рашид Шакуралиев, телеканал Алматы.